Производитель золота в Российской Федерации входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний мира, номер один в мире по запасам золота, оперирует в семи регионах Российской Федерации, в пяти из них уже месторождение в промышленной эксплуатации. Флагманским регионом для нас является Красноярский край, где мы производим более 56% всего добываемого золота из нашей добычи. Следующий слайд, будьте добры. За 2022 год мы добыли 79 тонн золота, как я сказал, 46,5 тонн было добыто на территории Красноярского края компанией. Количество сотрудников в группе компаний «Полюс» 18 тысяч, из них 8 тысяч на территории Красноярья работает. Красноярск является для нас, помимо того, что крупнейшей производственной площадкой, мы оперируем флагманским проектом развития Олимпиадинского ГОКа, который включает два месторождения, благодатная Олимпиада. Также в Красноярске сосредоточены все сервисные функции группы компаний «Полюс». Это и исследовательский центр, уникальный для российской золотодобычи, где исследования ведутся, можно сказать, от породы и до слитка. Компания «Полюс» проект, «Полюссервис», функциональный центр компании. То есть в Москве, можно сказать, только там сидит небольшая надстройка управляющей компанией, основной персонал работает у нас на территории Красноярского края. Следующий слайд, пожалуйста. Основные показатели деятельности я вот как раз взял за тот период, когда меня здесь не было с докладом. На слайде представлен и по выручке, по добыче, как руды, по переработке руды, по добыче золота, по налогам. Ну, хочу прокомментировать спад, который вы видите за истекший год. Это во многом связано с ковидными последствиями. Как вы помните, там в 2020 году ГОК работал неритмично, был на карантине, поэтому вскрышные работы в полном объеме выполнить по этим причинам не удалось. И мы не вскрыли блоки с богатой рудой, поэтому в этом году, а ухнулось нам только в 2022 году, вовлекали в переработку руду с невысоким содержанием руды. Но в следующем году этот эффект будет нивелирован. Как видите, у нас хороший прогноз на следующий год, как по добыче золота, так и по налогам поступлением в край. Следующий слайд, будьте добры. Основные инвестпроекты, которые за последние три года компания реализовала, это повышение эффективности золотоизвлекательной фабрики, благодатная. Мы увеличили производительность фабрики с 8 миллионов тонн по руде до 8,7. Поставили новый передел флотации, это один из переделов золотодобычи, извлечения золота из руды. Применили технологию «Mine to Mill», это, по сути дела, интеллектуальное взрывание, когда в результате подрыва породы получается нужной крупности руда, которая потом, собственно, требует меньше настройки дробильного, извлекательного оборудования. И, опять же, это направлено на увеличение или поддержание извлечения золота из руды, который сейчас у нас находится на высоком уровне, выше 87%. Крупный проект был реализован по увеличению производительности «Обядинской» и «ЗИФ». Здесь мы увеличили мощность с 11,5 миллион тонн руды до 15 миллионов. В 2020 году проект уже был закончен, и сейчас работает фабрика в новых параметрах. И третий интересный проект – это увеличение фронта биоокислений. Как вы знаете, у нас в России уникальный ГОК, который работает с двойными упорными рудами с помощью технологии биоокисления, когда, собственно, золотинку в сульфиде освобождает бактерия. То есть в мире таких по пальцам можно приезжать в Россию один такой ГОК у нас. Следующий слайд. Будьте добры. И новый проект, который сейчас реализует наша компания, это строительство пятой золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Благодатное», которая выйдет на мощность по руде 8,3 миллиона тонн, и в среднем по году будет производить около 9 тонн золота. Этот проект будет реализован в 2025 году, но проектную мощность выйдет в 2028, будет создано 356 рабочих мест, и, соответственно, там еще будет больше сателлитных рабочих мест в районе, я думаю, там больше тысячи будет в совокупности. Следующий слайд. Будьте добры. Опять же, думаем не только о реализации своих масштабных проектов, но и о том, чтобы персоналу пользоваться на рудниках в трудных достаточно климатических условиях, было комфортно, у нас на наших производственных площадках 9 столовых создано, построен физкультурно-здоровительный комплекс новый, 21 общежитие, аптеки, санитарные пункты, кабинеты психологические, рогрузки, высокоскоростной интернет, в общем, и парикмахерские, и, в общем-то, полный набор необходимых для полноценной и комфортной жизни услуг есть. Следующий слайд, пожалуйста. Задавая мне вопрос, когда в 2019 году выступал про подрядчиков и про использование местных подрядчиков, я поэтому специально подготовил для вас информацию, и уделяли мы этому внимание, у нас 32% среди всех подрядчиков это компании Красноярия, 1% иностранцев, остальные российские. Следующий слайд, пожалуйста. Продорожный кластер, коротко, это то, что единственный вопрос, к которому вас попрошу, обращусь, это, значит, как вы знаете, мост скоро будет построен через Енисей в районе Высокогорского, и, но без подъездных дорог мост не заработает, артерия не заработает, поэтому у нас заключено соглашение с краем по новому инвестору, по проекту, по которому компания обязана обеспечивать необходимый уровень налоговых поступлений от нового проекта, это Е5, который я упомянул, и, соответственно, обязательство края, это строительство дороги 48 километров от Епишина до Высокогорского. В данный момент у меня есть информация, что профинансировано и выделены средства только на 15 километров дорог, соответственно, там на две трети вопрос, который нас волнует, поэтому там просим, когда правительство подготовится, предложение поддержать. Следующий, пожалуйста, слайд. Теперь расскажу об образовательных проектах, потому что, конечно, понимаем, что для нашего бизнеса нужны люди дефицитных в профессии, и мы, соответственно, совместно с Сибирским федеральным университетом, одним из лучших стран, принимаем в этом участие. Нами реализованы различные программы подготовки студентов для последующей работы на наших промышленных площадках. Это и совместная организация производственной практики в компании, это совместная разработка и реализация дополнительных программ образования для студентов. Мы, начиная с пятого курса, выпускников уже задействуем непосредственно в работах в различных подразделениях компаний и в дальнейшем ждем их у себя на рабочих местах уже подготовленными, крепкими специалистами. В этом наша задача. Три выпуска корпоративной программы уже состоялось, 27 студентов. По нужным востребованным направлениям для компании это металлургия, обогащение полезных ископаемых, химия. 83 студента прошли стажировку, 57 из них получили уже предложение о работе. Также мы ведем совместность с университетом разработки и проведение различных мероприятий для студентов, типа дня карьеры, мастер-классы, экскурсии в наш исследовательский центр, а также Всероссийская студенческая олимпиада, я профессионал, мы поддерживаем. И реализуем различные профессиональные мероприятия по работе с преподавательским составом в части повышения университетов и других профессионально-технических учебных заведений по повышению квалификации. Следующий слайд, пожалуйста. Занимаемся не только студентами, но и школьниками со школьной скамьи. Формируем, стараемся сформировать у школьников понимание процесса золотодобычи. Сформировано у нас 20 школьников были отобраны в результате достаточно жесткого отбора, которых мы ведем уже более двух лет, вывозили их в Сочи на производственные объекты, повезем в августе на площадку и, собственно, ведем уже, как говорится, с молодых ногтей, формируем для себя смену. Следующий слайд, пожалуйста. Экологические проекты компании. У нас была принята в прошлом году в конце климатическая стратегия, которая предусматривает, собственно, разработанную, гармонизированную с климатической стратегией Российской Федерации, предусматривает отказ от углеродного следа, снижение углеродных выбросов до нуля к 50-му году. Полюс первым в мире среди золотодобывающих компаний перешел полностью на 100% на потребление электроэнергии от возобновляемых источников. Мы покупали зеленые сертификаты, сами выпускали, потому что у нас есть в периметре компании своя гидростанция. Также заключили долгосрочный договор с Росгидро, и вся потребляемая нами энергия, она из возобновляемых источников, это энергия гидрогенерации. Мы не используем свои станции, у нас есть станция на угле, она не используется для выработки электроэнергии, есть станция, которая работает на сырой нефти, она тоже не используется, поэтому, собственно, Кукуйский разрез мы больше не экспортируем в Мотыгинском районе. Помимо того, что сказал, у нас есть программа по поддержанию биоразнообразия на площадках, где работает наша компания, мы занимаемся зарыбливанием водоемов, мы рекордное количество малька ценных пород, в этом году выпустили более 150 тысяч, только в этом году, 145, и всего за 5 лет 430 тысяч особей рыб. Также в парке Красноярские столбы мы занимаемся мониторингом поголовья рыси, нами установлено более 15 фотоловушек. Вот такие проекты в области экологии реализуем, основные реализуем на территории Красноярья. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь про социальные проекты расскажу. За последние два года мы потратили на социальные проекты на территории края более 2 миллиардов рублей. Основные проекты – это новый спорткомплекс мирового уровня, не побоюсь этого слова, для рыбийного клуба «Красный Яр». Это следующая площадка – перевал перед входом на центральные столбы. Это подарок наш к 95-летию национального заповедника. Новый проект – входная группа на Таргашинском хребте. И ландшафтный парк «Юдинская долина», которую мы совместно с Норникелем, с Русалом, Полиметалом тоже финансируем. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы принимаем участие в… Не принимаем участие, а полностью финансируем всероссийские соревнования по художественной гимназии, Весенний кубок, который в Красноярске проходит. Да, я учел просьбы, которые на прошлом моем выступлении были. Следующий слайд, пожалуйста. Проводим конкурс региональных театров «Всевальтерритория». Это очень успешный проект, которым мы гордимся. Красноярские театры Красноярского края всегда занимают призовые места и впечатляют силой свой постановок. Трупы очень сильные в Красноярском крае, поэтому мы с удовольствием и наблюдаем за их прогрессом, и устраиваем мастер-классы со звездами нашей театральной сцены. Евгений Миронов к вам приезжал несколько лет назад, как председатель жюри. Также мы поддерживаем фестиваль Дмитрия Хоростовского. Профинансировали в большом объеме фильм «Красный яр», который недавно вышел на экраны. Следующий слайд, пожалуйста. Очень интересный и крупнейший за Уралом полумарафон «Жара». Тоже наше участие. Следующий слайд, пожалуйста. Фестиваль граффити на набережной Енисея. Бэнкси пока нет, но все равно впечатляющий. Следующий, пожалуйста, слайд. Неизвестно, никто же не знает. Да, неизвестно. Кто же не есть. Также мы ведем проект для семей с приемными детьми, которых там собираем, развлекаем, обучаем. И оснастили оборудованием ПЦР в лаборатории в Каннске и Айчинске. Также сделали круглосуточным для работы аэропорт в Северонесейском. Установили светосигнальное оборудование. Из нового, следующий слайд, пожалуйста. Участвуем в строительстве создания комплекса объектов водомоторного спорта на реке Енисей в Абаканской протоке. И вот из самого последнего, следующий слайд, пожалуйста. Это с большим успехом прошел образовательный марафон Нансен. Просто фурор был, куда мы недавно вот в эти выходные привозили и космонавтов, и историков, и артистов, и писателей, и бизнесменов, путешественников. Очень интересный формат. Если он понравился красноярцам, то будем повторять. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь немножко про идеологию, которая является, в общем-то, стержнем для нашей профессии. Поэтому мы занимаемся, уделяем ей очень много внимания. Мы, если посетили, еще не посетили, то обязательно сходите. Очень интересно. Мы сделали несколько залов музея геологии, посвященных золотодобыче, где можно золотодобычу понять от начала до конца, от древних инков до современного производства, узнать интересные факты. Очень интересная экспозиция. Следующий слайд, пожалуйста. И также помогли музею геологии в Средней Сибири на проспекте Мир-37. Потому что у них там была ситуация абсурдная, что экспонатов много, просто витрин нет, даже всю эту красоту некуда было поставить. Ну, и вишенка на торте, да, оборудовали, сделали благоустройство сквера геологов в Красноярске. Наверное, видели, поставили памятник и сделали небольшую экспозицию. Вот, ну, наверное...